Парк Горького. Российская гламметал-группа, получившая широкую известность в США во время перестройки. Парк Горького знаменит тем, что в своей музыке использовал западные стереотипы о русских, такие как псевдотрадиционная одежда, балалайчный дизайн гитары и серп и молот в качестве логотипа. Это была первая российская группа, попавшая в эфир MTV. В 1987 году гитарист Алексей Белов, вокалист Николай Носков, басист Александр Минков, гитарист Ян Яненков и барабанщик Александр Львов собрались вместе, чтобы создать группу Парк Горького или Горький Парк. Стас Намин, известный советский музыкант 70-х годов, стал менеджером группы. Благодаря отмене цензуры Горбачева, многие подпольные рок-группы, в том числе и Парк Горького, получили более широкую популярность. В конце того же года группа уехала из России в США в поисках контракта на запись. В США группа вскоре обзавелась связями в звукозаписывающем бизнесе. Одним из первых, кто обратил на них внимание, был знаменитый гитарист Фрэнк Зеппа. Джон Бонжови и Ричи Самбора также помогли группе заключить сделку с Mercury Records. В 1989 году группа выпустила дебютный альбом с собственным названием, на обложке которого были инициалы GP, стилизованные под серп и молот. После падения железного занавеса и роста интереса к советской музыке в западных странах, Парк Горького вскоре стал широко известен. Группа казалась своего рода символом американской-российской дружбы. Первый клик группы Бэнк попал в ротацию MTV. Следующие два сингла «Попробуй меня найти» и совместная работа с Джоном Бонжови «Мир в наше время» попали в ротацию основных радиостанций. В том году Горький парк приняли участие в Московском музыкальном фестивале «Мир вместе с Бонжови», «Монтрекю», «Скид Роу», «Синдерелла», «Оззи Осборн» и «Скорпионс». Парк Горького вместе с другими участниками Московского музыкального фестиваля вошли в компелитивный альбом «Stayward to Heaven», «Highway to Hell». В этом альбоме каждая группа исполнила по одной песне артиста, умершего от наркотиков, или группа, потерявшая одного из участников из-за проблем с наркотиками. Вклад Парк Горького был кавер-версии песни The Who – My Generation. В 1990 году группа продолжала гастролировать с Бонжови и выступала на церемонии открытия игр доброй воли. На концертах Парка Горького часто можно было увидеть группу, одетую в традиционном русском стиле, размахивающую советскими и американскими флагами. В 1991 году группа получила скандинавскую премию Грэмми как лучшее новое международное выступление. Когда эпоха перестройки подошла к концу, слава группы в Америке довольно быстро пошла на убыль. Николай Носков покинул группу в 1990 году, но коллектив продолжал активную деятельность и выпускал альбомы в 1990-е годы с Минковым в качестве вокалиста. Альбом 1993 года Moscow Calling, спродюсированный Фи Вейбелом, был продан тиражом 500 тысяч экземпляров за пределами США. Их следующий альбом Stare вышел в 1996 году и был издан только в России, после чего последовало промо-турне по странам бывшего СССР. В 1998 году группа выпустила альбом «Противофаза». В 1999 году Александр Минков покинул группу и начал сольную карьеру под сценическим именем Александр Маршал. Парк Горького никогда официально не заявлял о распуске, но фактически не активен с 2001 года. Белов и Яненков продолжают исполнять песни Парка Горького в своей группе. С тех пор Парк Горького провел несколько коротких воссоединений на фестивалях. В 2008 году Парк Горького получил премию Муз-ТВ за вклад в рок-музыку и выступил с Александром Минковым. Спасибо, дорогие друзья, что досмотрели это видео до конца. До скорых встреч, до следующего видео и слушайте хорошую музыку.